Шалом! Как часто люди говорят, что прежде всего нужно стать хорошим человеком. Но что подразумевается под этим словосочетанием? И что нужно сделать для того, чтобы стать хорошим? Сейчас попробуем с этим разобраться. Как-то раз один молодой человек обратился за советом к Любавическому Рэбе. В ходе беседы поднялся один очень интересный вопрос. Почему сердце человека находится с левой стороны? Ведь и правда, все хорошее и доброе у нас всегда ассоциируется с правой стороной. Еврейский закон подчеркивает, как важно любой процесс начинать именно с права. Даже поговорка такая есть. Ты что встал не с той ноги? Имеется в виду, что с правой нужно было вставать, а не с левой. Левая сторона нас всегда ассоциируется с чем-то негативным. Рэбе ответил этому юноше, что все зависит от того, с какой стороны посмотреть. Если мы смотрим на свое сердце, то оно конечно же слева. Но если мы смотрим на сердце другого человека, то оно как раз находится справа для нас. Наша задача всегда в первую очередь думать и заботиться о состоянии нашего ближнего. Наша недельная глава называется Мишпатим. Это переводится на русский как Законы. И это неспроста. В ней перечисляются разные заповеди и предписания. Как относиться к чужому имуществу, какими гражданскими правами обладает человек, как давать деньги в долг и как решать спорные ситуации. Целых 53 заповеди находятся в нашей небольшой главе. Общий знаменатель этих заповедей, это то, что в них говорится о том, что человек должен выстраивать свои отношения с людьми, которые его окружают в хорошем формате. Когда евреи слышали на горе Синай 10 речений от самого Бога, они преисполнились вдохновением и воодушевлением. Им хотелось остаться с этими высокими духовными чувствами навсегда. Но именно в этот момент евреи получают совершенно приземленные указания. Всевышний показывает людям, что духовность начинается с самых бытовых процессов, с того, что мы выстраиваем отношения с людьми, которые нас окружают. Главный урок, который можно и нужно извлечь из нашей главы. Если хочешь стать хорошим человеком, начни с заботы о том, кто прямо сейчас находится рядом с тобой. Ведь его сердце для тебя будет всегда справа. Шаббат шалом и до встречи на следующей неделе. Ссылку проекта «Каббалат Шаббат» с Даркейну. Здесь вы найдете зажигательный гимн изучения Торы. Для детей – красочную анимацию в каждой главе. Интересные и простые в реализации мастер-классы. Интерактивные задания в виде пазлов и онлайн-игр. Для подростков – интерактивные задания онлайн с версией для печати. Видеоразмышления о недельной главе с Аббой Довидом. Подробные конспекты с активными групповыми играми. «Каббалат Шаббат» с Даркейн. Для получения рассылки с еженедельными материалами вы можете обратиться по номеру телефона, указанному на экране. «Каббалат Шаббат» с Даркейн.